До ближайшего отделения путь не близкий. Чтобы получить социальные выплаты, оплатить коммунальные услуги жителям посёлка в Октябрьске Северной. Из села Весёлое нужно было ехать в район ЖД вокзала, выстоять огромную очередь. На это уходил иногда целый день. Местные жители обратились к министру связи Виктору Яценко с просьбой открыть почтовое отделение, которое прекратило работу с июня 2014 года в связи с началом боевых действий. 7 февраля состоялось открытие отделения почтовой связи Донецк-71 государственного предприятия Почты Донбасса. Отделение будет обслуживать жителей посёлка в Октябрьске Северные села Весёлое Ясиноватского района. В этом районе проживают более 6 тысяч человек, из них 1272 пенсионного возраста и инвалидов. На открытии 71-го почтового отделения присутствовал генеральный директор государственного предприятия Почты Донбасса Денис Неудачин и министр связи Виктор Яценко. За 2017 год Почта Донбасса вышла на новый уровень, на уровень рентабельности и за счёт вот этой подушки безопасности, которая сформировалась в бюджете, в собственном бюджете Почты Донбасса, у нас появилась возможность открывать почтовое отделение в прифронтовой зоне. Там, где у нас, конечно же, большие затраты на организацию, конечно же, это восстановительные работы, это строительные работы, это оснащение техникой. Конечно же, хочу уделить внимание нашему государственному предприятию Комтел, которое активно содействовало, что мы здесь разместились и сделали, ну, как мы позиционируем, некий островок цивилизации. В посёлке Октябрьском здесь проживает чуть более 6 тысяч человек. Для нас, конечно же, это важно. Мы являемся проводниками социальной миссии по коммуникации людей и, конечно же, хотим оказывать всем нашим гражданам традиционный сервис. Новое отделение почтовой связи предоставит гражданам полный спектр почтовых услуг. Выплата пенсии, соцпособий, почтовые переводы, почтовые отправления по территории Донецка, Луганской Народных Республик Российской Федерации, подписка и доставка периодических изданий, республиканские и российские газеты и журналы, оплата коммунальных услуг, доставка грузов из Российской Федерации, а также курьерская доставка. Почта Донбасса, обладая практически самой большой филиальной сетью, отделение есть во всех населённых пунктах Донецкой Народной Республики, предлагают услуги связи, а также реализуют товары первой необходимости, что особенно актуально для жителей отдалённых районов. На днях почта объявила о выпуске продуктов под собственной маркой. Почта сотрудничает с республиканскими производителями, выбирает оптимальный продукт по соотношению цена-качество и, главное, имеет возможность влиять на снижение цены, ведь отсутствуют посредники между производителем и заказчиком в лице почты. «Хочу обратить ваше внимание, что мы не производим. Мы выпускаем продукцию под собственным брендом. Это, прежде всего, качество, без всяких компромиссов, за что мы отвечаем. Мы будем её расширять. Это социально значимая группа товаров, которая будет реализовываться во всех отделениях почты Донбасса с минимальной наценкой». Местные жители были рады увидеть уже знакомых им работников почтового отделения, которые спустя столько времени снова приступили к работе. «Очень хорошие у нас сотрудники. Наталья Ивановна там очень хорошая женщина. Все, все наши, наши все хорошие девчата». «Потребность у людей огромная. Они действительно искренне рады тому, что мы делаем такие небольшие шажки в области созидания, тем более при фронтовых районах ДНР. Для нас это важно, знаково. Мы постараемся развивать. И те отделения, которые мы уже открыли, мы постараемся открывать новое отделение. И, как я не раз говорю, пусть это будет неким цивилизованным островком в наше непростое военное время». Марина Ерёмченко, Владислав Лем, Новороссия ТВ.